Валерий Владимирович, как Вы считаете, могут ли курорты Северного Кавказа, Краснодарского края и Сочи поделиться положительным примером с Крымом и Севастополем? Я могу только в данном случае привести очень добрый пример Сочи. Достаточно подробно знакомился в ходе подготовки к Олимпиаде, в открытии и особенно отмечу все то, что создано для подготовки паралимпийских игр. В силу того, что паралимпиада сама по себе является даже более сложным организационным событием не только для спортсменов и, наверное, не столько для спортсменов, сколько для всей инфраструктуры и для всех организаторов. Создать условия быта, транспортировки, соревнования, организации питания, организации информационного сопровождения – все это требует значительно больших усилий. Сочи в данном случае является неким эталоном. Поэтому, на мой взгляд, здравницы Северного Кавказа, юг весь – хороший пример. И, на мой взгляд, появившиеся хорошие трассы в Дагестане, в Кабардино-Балкарии – хорошо бы, что там было поспокойнее, что называется. А так, по большому счету, горно-климатические условия, есть все необходимое для того, чтобы развивать вот такого рода курортные и спортивные досуговые зоны в нашей стране. Совершенно, чего нам не хватает? Не хватает, конечно, ну, что называется, квалифицированного персонала, не хватает качественной материальной базы, не хватает, может быть, там, каких-то, ну, развлекательных моментов. То, чем надо заниматься, и то, чем надо заниматься в том числе и в Крыму. И люди ведь сейчас просто никого не заставишь там ехать куда-то, отдыхать. Люди имеют право выбора, поэтому вот создать конкурентную среду, создать возможности – это дело вот привлечения бизнеса. На мой взгляд, властям Крыма надо очень внимательно отнестись к созданию необходимых условий для того, чтобы частный бизнес пришел и начал вкладывать свои средства в развитие санитарно-курортной зоны, так же, как и, в общем, курорты Северного Кавказа. На первых порах мы будем помогать Крыму. Это вполне естественно для того, чтобы адаптироваться, для того, чтобы приравнять их по условию социально-экономическому жизни, чтобы пенсионеры не пострадали, дети, молодые мамы, семьи, работники бюджетной сферы. Что касается дальнейшего развития, во многом это должно уже определяться той, что называется экономической и социальной инфраструктурой и возможностью для того, чтобы туда пришел бизнес. Крым должен развиваться по тем же социально-экономическим законам, как развиваются все наши регионы. Но думаю, что Крыму будут сделаны на первых порах обязательно некие, так сказать, преференции.